В Казахстане планируют реализовать порядка 200 крупных инфраструктурных проектов за счет иностранных инвестиций. Один из них – Европейского банка реконструкции и развития по строительству больницы в Кукшетау стоимостью в 365 миллионов евро. Об этом сегодня рассказали на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов под председательством главы государства. Кунцая Хурмет расскажет подробнее. Совет иностранных инвесторов сегодня прошел в 36-й раз. Во Дворце независимости сорвались крупнейшие инвесторы, руководители международных организаций и главы транснациональных корпораций с общим капиталом, превышающим сотни миллионов долларов. В прошлом году в это же время они обсуждали, как диджитализировать экономику. А уже сегодня в фокусе внимания был новый инвестиционный цикл Казахстана. Задачи перед Казахстаном стоят глобальные. Привлечь в экономику страны в течение пяти лет дополнительно 150 миллиардов долларов инвестиций. Напомню, за всю историю независимости нам удалось привлечь 417 миллиардов. И те, кто поверил в потенциал Казахстана и вложил средства в нашу экономику, сегодня с округлым столом под председательством президента Тукаева говорили о том, что сделано и что предстоит сделать. Недавно принятый национальный инфраструктурный план до 2029 года открывает окно возможностей для местных производителей. Будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем 86 миллиардов долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации офф-тейк контрактов. Для промышленного роста необходима высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому я объявил 2025 год годом рабочих профессий. Геолога-разведка, водные ресурсы, промышленность, зеленая энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Это те направления, где есть большой инвестиционный потенциал, считает Касмажемар Тукаев. Ну и, конечно, энергоресурсы. За 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста по нефтедобыче. Теперь Казахстан планирует нарастить майнинг черного золота до 100 миллионов тонн в год. Не забывая при этом о собственном производстве нефтехимических продуктов. В 2022 году мы запустили крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60% внутреннего спроса и экспортирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Проработки ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 миллиардов долларов. Казахстан планирует расширять свои транспортно-логистические возможности. Для развития транспортного списка международного транспортного маршрута в стране планируют отремонтировать 11 тысяч километров старых железных дорог и построить больше 5 тысяч новых. Впрочем, инвесторы заинтересованы в нашей стране не только как в перспективном транзитном узле, но и видят потенциал в локализации производства. Мы уже инвестировали 100 миллионов долларов в производство локомотивов и открыли четвертый в мире глобальный инжиниринговый центр. Все, что мы здесь производим, экспортируется во многие страны мира. Я работаю с Казахстаном последние 15 лет и могу сказать, что в Казахстане с каждым годом улучшается бизнес-климат. Кроме того, стратегическое расположение Казахстана играет важную роль в инвестиционной привлекательности страны. Казахстан создает благоприятную среду для инвесторов. Проводится модернизация правовой и судебной системы. Создан инвестиционный штаб. Ожидается запуск национальной цифровой инвестиционной платформы. Кроме того, члены совета подготовили еще ряд рекомендаций. Продолжить работу над регулированием сертифицированных облачных дата-сервисов для обработки персональных данных в соответствии с принципами доверенного облака международным стандартом GDPR. Внедрение политики классификации данных. Пересмотреть требования локализации данных для критически важной инфраструктуры, домино-банковских систем и систем обрабатывающих данных. Вступление нового налогового кодекса мы искренне надеемся, что будет улучшать инвестиционный климат в долгосрочной перспективе. Кроме того, теперь в каждом регионе заработают региональные инвестиционные штабы. А в рамках программы прокурорского фильтра правовое сопровождение проектов иностранных инвесторов стало одной из ключевых задач ведомства. Кунсая Курметра, Эмбек Бегужаев, Жебек Жола.